12 ночи погода в Шимкенте начала резко меняться. Уже к 2 часам ночи начался обильный снегопад. Многих сотрудников ЛДД Турмыс вызвали на усиление. Работа по очистке улиц началась практически сразу на всех улицах Шимкента. Уже к утру ситуация на дорогах улучшилась. Автомагистрали в значительной степени были расчищены и горожане относительно спокойно смогли добраться до работы. В 9 утра в Шимкенте снова пошел обильный снег. Калшбай Тойлаев с раннего утра чистит тротуар на центральной улице. По словам мужчины, коммунальщики держат ситуацию под контролем. Я в 6 утра заступил на смену. Начал чистить от Сума и моя территория до остановки Огонек. Пусть жители не переживают. Мы следим за ситуацией. Не остались без внимания и елки посажены вдоль дороги. Коммунальщики позаботились и о них. Снег выпал мокрый под его тяжестью. Ветки могли сломаться и поэтому с каждого дерева работники сбивают снег. Всю ночь проводились работы по очистке дорог, тротуаров и остановок. А есть какие-то трудности? Трудностей на данный момент нет. Работа продолжается. Работа вообще проводится по 18 направлениям, по 158 улицам. А это уже другая часть города. Здесь тротуар чистят вторичнее и неизвестно сколько раз еще придется. Проблема в том, что снег мокрый и его нужно убрать до вечера. А то с морозами образуется наледь, которую придется лишь отбивать. Мы прочистили почти всю аллею. Далее остался тротуар и полянка вблизи фонтана Тюльпан. Сейчас ситуация в городе стабильная. Снег с проезжей части тротуаров в основном убрали. Впрочем, жители еще успеют сделать памятное фото около заснеженной елки и даже поиграть в снежки. Шудин Саидов, Эльдар Жанусханов и Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Утрар». Шудин Саидов, Эльдар Жанус, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Утрар».